Совершенно очевидно, что ваш мужчина достаточно негативно воспринял тот факт, что вы его контролируете. То есть мужчине не понравилось, что вы контролируете его, а мужчина почувствовал, что вы, видимо, ну, может быть, стараетесь лишить его, если угодно, свободы, стараетесь лишить его какой-то самостоятельности, как некоторые, ну, некоторые мужчины склонны думать. И поэтому человек теперь относится к вам, ну, вот так вот несколько... несколько... настороженно, скажем так. Вот. Соответственно... Так, значит, пара дней назад общался с молодым человеком по телефону, узнал с ним с друзьями, сказал ему отдыхай, я тогда тебе позже наберу. Вот если он обозлился на вас, да, обозлился, это говорит о том, что, возможно, он сам не считает, что поступает правильно, а отдыхает с друзьями. То есть, вполне возможно, его по какой-то причине, да, грязёт совесть или он не уверен в том, что вообще правильно делает, что отдыхает с друзьями, да, то есть, например, он думает, что совершает что-то запретное и негативное, ну, негативное и так далее. Вот. То есть, его такая вот реакция, она является, по сути дела, проекцией собственных чувств, значит, вашего молодого человека, ну, на вас. По факту. Вот. То есть, то есть, вот так обычно, обычно он держит это в себе, да, у него нет возможности выплеснуть негатив свой. Вот. А тут вы ему, собственно, эту возможность предоставили. Вот. И, соответственно, ну, соответственно, он и нашёл повод, да, для того, чтобы... на вас излить весь свой негатив, который у него имеется. Вот. по, ну, по данному вопросу. Вот. Поэтому я думаю, что мужчина, с одной стороны, негативно воспринимает контроль, а, а, ну, вот, именно по отношению к себе, да? То есть, не уверен он в том, как он должен себя вести и так далее. Вот. А другой страшный, он не позволяет себе отдыхать, он не позволяет себе расслабляться и, возможно, считать, что он недостоин, например, того, чтобы там проводить время с друзьями, ну, подсознательно, подсознательно. Вот. То есть это, так или иначе, неуверенность в себе. То, что он, то, как он реагирует, скажем так. Вот. И, понятное дело, что вашей вины здесь нет. Что делать дальше? Что делать дальше вам? Этот вопрос, конечно, довольно интересный, что делать вам дальше, потому что, ну, во-первых, как минимум с ним, с мужчиной, да, нужно будет поговорить и, собственно, выяснить, выяснить, значит, как ему комфортно, да, то есть очевидно, что ему не было комфортно, когда вы спросили его про друзей, ну, то есть даже не спросили, а просто сказали, что он отдыхал. Вот. Ну, не так вот, ненавязчиво, верьливо, поинтересоваться, что бы он, собственно говоря, хотел бы, да, как бы он хотел бы, чтобы вы себя вели, вот, как бы ему было, может быть, приятно, чтобы вы себя вели, чтобы вы себя вели и так далее. Вот. А на мой взгляд, это, значит, было бы самым правильным здесь и, собственно, помогло бы вам избежать в дальнейшем каких-то, каких-то, вот, неприятных ситуаций в виде, вот, тех, что с вами происходили, вот, сейчас, в данный момент. Вот. Мне кажется, что это, в общем и целом, единственное такое верное решение, потому что, ну, непонятно, какие у вас отношения с молодым человеком, непонятно, вообще, как вы их выстраиваете, вот, непонятно, как вы взаимодействуете с молодым человеком, но, очевидно, что, знаете, вы его не самым лучшим образом, да, потому что, ну, в противном случае у вас не было бы таких проблем и сложностей. Вот. Значит, вот я думаю, что именно так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...